Я вчера не обратил внимания. На ордена? Кутябрьской революции. С орденом Ленина. Ну и пролетарии всех стран, соединяйтесь тоже. Ну, слушай, ну такая стройка, такой комбинат, он явно... Только осторожней. Не мог быть... Вот идем странно. Да, я тут без орденов. Как-то... По металлургам, скорее всего, да? Конечно. Столеварам. Столеварам, правда? Тире, тире, тире. Правильно ругается. Санаторий прям... Мне кажется, нас опять меньше. Да. Друзья, меня... Меня слышно без матьугасника? Да. Я не хочу здесь народ пугать. Значит, смотрите. Точень твардейская. Творение вот одного из этих армянских армянских... с депутатом Михаэлем Измоняна. Время постройки... 53-й год. 53-й год. Сразу было задумано, как... два магазина. Один, два, готовый. А один, два. А один, два. А один, два. Возьмонтан, задумывался, как центральный и официальный магазин. Норильский ЦУМ. Под него сразу... Там там шили черные костюмы, свыше, где здесь все. И все должно было так, как в Москве. Тканино. Отрезы там, где всевозможные дополнительные товары. Сознавательные техники. Это... Это площадь. Это площадь. Это площадь. Это площадь. Пяти углов. Почему пяти? Улица Пушкина. Улица Арджиникидса. Улица Сталина. Я называю те названия, которые были тогда. Улица Ломоносова и Безымянная улица вот туда. Вот, или в Нороке. Короче, да. Вот они все должны были сойтись вот здесь. А вот здесь должны были поставить дворец структуры. А 800 лет больше, чем дворец структуры сейчас сегодняшний. Мы сегодня местом, посещаем всякие поражения. И в дальнейшем. Но архитектор не пока числи, когда в архитектах. И поставить дворец структуры. Не уступать дорогу никому, потому что никто не видит. А вот тут сомнительный. Видим? Соответственно, у города-лифа. Вот это два насмерти. И сделали вот эту овальную, целом, с теми, и круглую площадь. Всего с теми выездами. И так вы, если это не отписываете, сегодня это такое хорошее дорожное разрезание. Обратите внимание, что здесь основная улица города делает изгиб. Вот эта улица, которая тогда была, Аджоникидзе, сегодня Ленинский проспект, ориентирована строго с север-юд. Поэтому площадь Октябрьская и улица Октябрьская раньше называлась Южная линия. У нас была Южная линия, Восточная, Сечи. Западная линия. Вот эти линии у нас были. Здесь пришлось сделать изгиб, потому что грунты, если бы так вот прямо направлять, не выдерживали без здания, и проспект надо было ломать еще из-за того, что, варясь со снегом, со снегозаносом, а архитектор Непопиачинский ошибся. Он думал, сделаю прямую улицу, снег будет выноситься сам собою и не оставаться в этой улице. Не получилось, потому что свойства снега у нас определенные. При температуре низкой он как песок, и действительно бы так и было. Но как только у нас перепады температуры, а они часто происходят, он тут же начинает как пластилин прилипать ко всему на свете. И вот это вот про них уже не срабатывало. Пришлось сделать... Второй изгиб. Наринчане, вы об этом не знаете, должен был произойти возле, в том месте, где у нас улица Советская, для того, чтобы сразу уходить напрямую на Мирный Завод. От этого тоже пришлось отказаться. А теперь вот оно здание управления координата сегодняшнего. Никогда здесь не планировали ставить гостиницу, которая в итоге получилась, а с самого начала с проекта планировали ставить именно управление координатом. А вернее, дом промышленности. Мало того, он должен был быть 17-этажным и напоминать одну из высоток в городе Москва. То есть центральный фронтон со шпилем и два крыла, расходящихся по бокам. Для того, чтобы это все построить, вот здесь вот копали котлован. 16 метров, 16 метров до скалы. Поэтому в 53-м году вот эти два здания уже стояли, а вот это здание открылось только в 61-м, 8 лет. Начиная с 53-го по 56-й год, в котлован копали женщины. Поскольку мне удалось пообщаться с ними, то я знаю, как это произойдет. Норма выработки зимой – один куб. Мерзлой земли на двоих. Одна наверху, одна внизу. Смена? В 8 часов. В 8 часов. Это ИТЛ, поэтому 8. В каторжных 10 часов. Одна наверху, одна внизу. Та, которая внизу, у нее бочка. В бочке кубы не горят. Вот тут и ломы, ломы, лома. Они, короче. И вот раскаленным ломом, она долбит вот эту самую вечную мерзлоту, набирает ведерко, вторая ведерко поднимает. Меняются через каждый час. Если куб вырабатывается, пайка получается. Вырабатывается больше, получается двойная пайка. Если вырабатывается 1,32 нормы, то тогда еще и зарплата, и право пользования ларьков. Вот такая вот стимуляция. Ну, копали долго, как понимаете. Выкопали, запетонировали, создали надежнейшие основания и вместо 20-ти здания поставили 5-этажную гостиницу. Я не нашел ответа на этот вопрос, чтобы я видел его. Сколько паек зазря было? Сколько я не думал, какого ханяда? Ну, не получается. И нет в архивах этого. Вот видите вот эту линию? Вот такой была гостиница. Вот это вот надстроили в 87-м году, когда сюда приселилось управление комбината с площади Завиня. А для чего же планировался этот 17-этажный объем? А для того, чтобы там, наверху, сделать телестудию. Тогда не надо было ставить бы нам там 100-метровую железную вышку. А наверху бы встала просто, там, не знаю, 15-метровая антенна, и последние 5 этажей, это была бы телестудия. К сожалению, этого не получилось. Получилось то, что получилось, а сзади, как насмешка, выросло здание нариспроекта. Просто безликий параллели фитук, который, конечно же, гораздо позже портит внешний вид всего вот этого. Если оттуда смотреть, да. Прошу вас в автобус, поедем на всю дорогу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!